Здравствуйте! Вы смотрите ЮНЬЮЗ. Новости на городском телеканале ЮТВ. И для начала, коротко о главном. В Уфе ливень затопил Сипайлово и Черниковку. 1 июля весь вечер шел сильный ливень, который превратил городские дороги и дворы в реки. Сильный дождь шел около часа, и за это короткое время микрорайон Сипайлова буквально превратился в озеро. Главная причина – неработающие или попросту отсутствующие ливневки. Хуже всего пришлось, как и прежде, жителям Черниковки. Здесь машины буквально проплывали по улицам, сообщает Комсомольская правда. Уфимский затон застроят многоэтажными домами. Администрация города утвердила проект планировки южной части микрорайона Затон Восточный. Согласно документу, на территории, ограниченной улицами Ахметова, Шмидта, дорогой у Фазатонной рекой Белой появятся 8- и 25-этажные дома и объекты социального обслуживания. В общей сложности планируется построить 1544 квадратных метра жилья, 9 школ, 12 детских садов и автомобильные стоянки на 20 130 мест. При этом проект предусматривает снос некоторых жилых построек площадью 41 тысяча квадратов. Отмечу, что в настоящее время проектируемая территория представляет собой лесной массив с частными домами и приусадебными участками. Район входит в число затапливаемых территорий, пишет сегодня башньюз.ру. В Башкирии появятся конно-спортивные школы. В Башкирии будут развивать конно-спортивное дело. Об этом сообщил глава республики Рустем Хамитов. В ближайшее время примем такую программу, выделим деньги, заявил Хамитов. Для начала в каждом районе откроем по несколько конно-спортивных школ. Будем проводить соревнования. Это же сколько интересного. Ребята будут приобщены к кормежке и уходу. А потом охватим все сельские, да и не только сельские школы. Глава подчеркнул, что подобные примеры есть в Англии и Финляндии. А в нашей республике коневодство всегда было традицией. Соответственно, конный спорт станет хорошим и полезным увлечением для молодежи, сообщает Комсомольская правда. Со 2 по 5 июля в городах Нефтекамска, Шимбае, Салават и Октябрьский состоится марафон классической музыки. Марафон классической музыки это такой долгосрочный проект исполнения живого оркестра на открытых площадках на свежем воздухе. Будет проходить со 2 по 5 июля в городах Салават, Шимбае, Нефтекамск, Октябрьский. Начало мероприятия в каждом городе в 19 часов. Могут приходить все желающие. Этот проект для всех возрастов. В каждом городе свой сценарий, свой праздник. Поэтому повторения никакого не будет. И я уверена, каждый зритель, желающий, приходя в один город на праздник, он не увидит в другом городе повторения. Поэтому вы все эти дни можете посещать все 4 города и видеть разные интересные, красивые, яркие, впечатляющие праздники для души. Люди на расстоянии вытянутой руки могут услышать мировые шедевры. Шедевры классической музыки, также произведения наших башкирских композиторов, песни военных лет и много-много интересного и нового. В Уфе пройдет лесной марафон. 11 июля будет проходить лесной марафон в городе Уфа. Это в лесу над спортивным комплексом «Биатлон». То есть там будет дистанции 42 и 21 км. Забег, хоть и проходит в лесу, он проходит более-менее по ровной местности. То есть это довольно легко его бежать. Старт будет в 10 часов. Поучаствовать может любой желающий. Каждому участнику подарим его личный номер, который он заберет с собой и на финиш он получит каждую медаль. Вот так же у нас будут подарки. Нужно найти нас в соцсетях loverunning.ufa набрать или сайт loverunning.ru. Там есть вся информация о забеге, о том, какие еще будут мероприятия и можно принять в них участие. А у меня на этом все. Теперь переходим к другим новостям города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова